Около ста юных вольников самого разного возраста и веса собрал пинский борцовский ковер. Уже не первый раз в наш город приезжают спортсмены Столина, Ганцевичей, Березы, Бреста, которым традиционно составляют конкуренцию борцы Пинска и Пинского района. Состязались начинающие атлеты не только за награды турнира. На кону стоял отбор в сборную области, которая отправится на республиканский турнир по вольной борьбе. Попасть туда изначально большие шансы имели представители команды нашего города. Воспитанники целого ряда тренеров Пинска с дюшор номер пять по вольной борьбе. Готовят команду Шабан Александр, Лой Александр, Шершин Дмитрий, Семенихина Алена, Казьянин Сергей. Вот если я уже немножко добавил с нас молодых, молодой треверский состав, могу где-то кого-то пропустить. Я думаю, что пинская команда под их руководством, она выиграет данное соревнование, это уже на первом этапе видно. Не отставали от пинчан и юные коллеги-борцы из Пинского района. И в первый, и во второй день турнира они уверенно побеждали своих соперников, состязаясь с ними по круговой схеме, где каждый боролся с каждым и набирал очки, по которым определялись призеры. Сразу пара их стали золотыми чемпионами пинского ковра. Это Артур Метелица и Егор Абалов. Оба занимаются борьбой всего несколько лет. Это моя победа не первая. Победы еще были в Бресте, в Минске. Выиграть было тяжеловато чуть-чуть. Там такой посильнее, чем я. Ну, раскатал его 10-0. Насколько сложно выступать в этом турнире? Ощущается, что здесь очень много соперников, которые сильнее тебя? И как вообще ты настроен? Настроен я нормально. Соперников у меня сильных нет. А почему? Я со всеми боролся, всех играл. Успешным было выступление и женской половины как команды Пинского района, так и Пинска. Золото сборной нашего города принесла начинающая спортсменка Диана Лой. Побеждать ей в том числе помогала поддержка отца, тренера по вольной борьбе. И пусть вдобавок ко всему, он является главным судьей соревнований, но совсем не подслуживает дочери, а честно, находясь за чертой ковра, дает ей правильное наставление, как бороться. А сколько тяжелым был бой и как ты считаешь, почему тебе удалось победить? Почему удалось победить? Ну, все-таки я знала какие-то пару основных приемов, которые мне показали тренера. И, наверное, дело в том, что не знаю даже, что сказать. Ну, вот как-то удалось. Может, то, что уверенность какая-то была. Естественно, было волнительно. Тем более, это у нее как бы одни из первых соревнований. И где-то что-то вижу получается уже. Она на ковре с детства. У нее дядя тоже тренер Александр Владимирович. И многие приемы, да, вот так вот подойдет, спросит у старших, где-то что-то подскажет. Диана Лой, а с ней и другие участницы из Пинска принесли нашей сборной первое общекомандное место среди девушек. Среди юношей главными лидерами стали борцы Пинского района. В обеих сборных отличились также такие спортсмены, как Татьяна Кучинская, Алена Гладких, Татьяна Малыщицкая, Анна Фельдман и юноши Даниил Вотчиц, Даниил Казинец, Максим Саутин и другие. Сейчас решается, кто из них отправится на республиканский турнир среди школьников, который в июне пройдет в Гомеле. Вместе с вольниками отличились и наши кикбоксеры. С 15 по 18 апреля на базе спортивного комплекса Белорусского аграрно-технического университета состоялся открытый чемпионат республики по кикбоксингу. В нем участвовали пинские спортсменки Олеся Климовец и Дарья Ярутич, представительницы спортивного клуба «Монолит». К большой радости пинских любителей кикбоксинга оправдала все надежды ведущая «Файтер-леди», серебряный призер чемпионата Европы 2014 года Олеся Климовец. Она была признана лучшей в своей весовой категории и с легкостью получила лицензию на участие в чемпионате мира, который пройдет в октябре этого года в Сербии. Ее одноклубница Дарья Ярутич, уступив в финальном бою спортсменки из Гродно, стала серебряным призером чемпионата страны. В данное время обе спортсменки проходят плановый реабилитационный курс, после которого вновь приступят к тренировкам. Под руководством старшего тренера по кикбоксингу и тайландскому боксу Сергея Аникеича.